Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю долгожданное вами видео. Вы все так давно просили его снять. Это переписки, естественно. Я помню, что раньше у меня была такая традиция постоянно на канал выпускать всякие переписки с фейками, с людьми, которые мне постоянно пишут, с таксистами, там, я не знаю, с официантами, с подписчиками и так далее. Но что-то я забросила эту рубрику, и это нужно срочно исправлять. Поэтому сегодня я подготовила для вас ролик, где буду переписываться со своим фейком. Кстати, аккаунт он свой создал, по-моему, день назад или два дня назад. Я не знаю, кто за этим фейком скрывается, девочка или мальчик, но обещаю вам, что этот ролик будет очень интересный. Кстати, я думаю, что по голосу вы заметили, я немножечко еще болею, уже иду на поправку, но голос у меня такой немножечко еще больной. Хочу обрадовать вас еще новостью то, что сейчас я запаслась огромным количеством идей для новых роликов, и буду снимать для вас теперь очень часто, и даже начала задумываться над постоянным расписанием выхода моих видео, чтобы вы точно знали, в какое время и в какой день недели будет выходить мое видео. Как вам такая идея? Напишите ниже в комментариях, или вот тут вот вылезла подсказочка прямо сейчас. Какое время вам удобнее смотреть ролики на моем канале? Пожалуйста, проголосуйте, ведь это для меня действительно очень важно. Я решила немножечко изменить фон, ракурс роликов, и постараюсь улучшать свой контент и делать все, естественно, в лучшую сторону. И хочу сказать вам огромное спасибо за миллион подписчиков в моем инстаграме. Результаты конкурса на 50 тысяч рублей уже были. Вот тут вот вы можете видеть скриншоты, это я перевела определенную сумму своим победителям. Так что почаще участвуйте во всяких конкурсах на моем канале. В этом видео я спрятала для вас 5 эмоджи. Все так соскучились по тому, что я прячу эмоджи, и вы просто не представляете, я так давно их не прятала для вас. Поэтому в этом ролике 5 красивых, потрясающих, ярких эмоджи ищите. Смотрите это видео до самого конца, потому что если вы найдете эмоджи, отправите мне их в директ в инстаграме, вы получите сигны, видео, приветы, я буду лайкать ваши аккаунты. Естественно, если вы подписаны на мой инстаграм, ник вы видите вот тут вот сверху. Обязательно подписывайтесь, потому что туда я выкладываю очень крутые фотографии и делюсь с вами невероятно большим количеством всяких новостей. Давайте вы меня немножечко порадуете, чтобы я поскорее поправилась. Постарайтесь набрать под этим роликом 100 тысяч лайков. Я знаю, что вы сможете, я знаю, что вы у меня активные ребята, поэтому прямо сейчас нажимайте на пальчик вверх и ниже, а также на красную кнопочку, чтобы она у вас стала серой, вот такого вот цвета. А если она у вас уже серая, то вы большой молодец, тогда нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Если ты не подписан, то подписывайся. Добро пожаловать в нашу потрясающую семью анакелянчиков. У меня такое потрясающее настроение, я думаю, что вы это заметили. Хочу пожелать вам приятного просмотра. Смотрите этот ролик до самого конца, а мы можем начинать. Поехали! Кстати, этот ролик я решила сделать более таким домашним, атмосферным. Посмотрите, какие на мне потрясающие домашние носочки. Это очень странно сейчас выглядит. Потрясающие домашние штанишки и кофточка тепленькая. Так что этой зимой и этой осенью я уж точно не замерзну. Сейчас я вам покажу аккаунт своего фейка. Это самый настоящий трэш. Мне все подписчики сразу в инстаграм начали скидывать этот аккаунт, потому что туда он пишет просто такой бред, что вы даже представить себе не можете, мои дорогие. Кстати, перед этим быстренько вам скажу, так как я буду разоблачать сегодня этого фейка, я буду писать ему совершенно другого аккаунта. Просто аккаунт, который я создала какой-то фейковый, где мало подписчиков, чтобы мой фейк подумал, что действительно пишет какая-то девочка, которая хочет получить сигнал или узнать побольше информации о своем блогере, которого она смотрит, например. Так что быстренько сейчас вам покажу этот аккаунт. Включаю запись экрана и показываю вам эту прелесть. Итак, Аракелян Кариночка. Супер-мега-потрясающий никнейм. Давайте посмотрим описание профиля. Твоя настоящая Карина. Карина Аракелян, 2 миллиона подписчиков на ютубе. Делаю сигны своим подписчикам. Писать в директ. Естественно, я напишу. Естественно, мы сегодня выпадаем сигну у самой настоящей Карины Аракелян. Интересно, что же она нам отправит. Актуальные профили это допьем шампанского и еду делать сигны дома. И доказательства, соответственно, что делает она сигны, никого не обманывает, что теперь Карина отправляет сигны абсолютно всем своим зрителям. Естественно, ребята, я когда разыгрываю сигны, я их вам отправляю, видео приветы и так далее, как и у вас сейчас есть возможность, если вы найдете эти 5 эмоджи, которые я для вас спрятала. Но вас настолько много, что если бы я собралась сделать сигны абсолютно всем, я бы физически не успела. Тут я вижу перебиску. Конечно, куда отправлять денежку? Номер Сбербанка, я его замажу, потому что мало ли там какая информация может быть. Скинула, пришла? Да. Скинь свой ВК, я тебе переведу страничку в ВК замазанную. Отправила туда сигну. А, спасибо! Я думала, это неправда, верю! Спасибо тебе огромное! И подпись, доказательство того, что я никого не обманываю. О, боже мой, вот я таких людей просто ненавижу. Ну, вот же я сижу, вот я, Карина Ракеляна. Неужели сложно мне поверить? Неужели сложно зайти на мой канал и убедиться в очередной раз, что это не мой настоящий инстаграм-аккаунт, а вот мой инстаграм, где уже миллион подписчиков. Боже мой, окей. Давайте быстренько посмотрим истории. Я, кстати, первые три истории смотрела, угорала над ними, потому что боялась, что в историях может быть какая-то дичь, и заранее хотела посмотреть, показывать стоит или не стоит, прямо вот в моем видео. Так, покупайте сигны, я сегодня такая красивая. Ребята, я никого не обманываю, не хотите, не верьте, но лучше поверьте. Так, какая-то фотка. Допьем шампанского и еду делать вам сигны. Встретила подписчицу в реальной жизни. Понятно, короче, девочка или мальчик. Я передаю тебе огромный привет, и я знаю, что этот ролик ты рано или поздно посмотришь, или мои подписчики найдут этот прекрасный аккаунт и убедятся в том, что ты фейк или будут тебе писать, что лучше так не делать. Под фотками эта девочка пишет, уже купили сигны, делаю сигны. Цена 2500 рублей. Старая цена 5500 рублей. Простите, что? Если бы я продавала сигны, то я бы делала их на рублей хотя бы за 5, чтобы большое количество моих зрителей могли получить сигны, но не за 2500. Я извиняюсь, конечно, но ладно. Так, дальше. Напоминаю, делаю сигны на заказ. Так, все. Я так понимаю, обзор этого профиля можно делать еще на полчаса, потому что тут очень много интересного. И еще тут 929 подписок. Чтобы эта Аракелян Кариночка набрала хоть каких-то подписчиков, она, я так понимаю, начала подписываться на всех, кто на меня подписан. Ну, естественно, на всех моих друзей, на Илью, на всех-всех-всех блогеров, на кого только возможно. Ну, ладно, окей. Сейчас мы напишем этой потрясающей Аракелян Кариночке и будем задавать ей вопросы. Естественно, купим у нее эту сигну, наверное, за 2500 и посмотрим, что же она нам отправит. Надеюсь, что вам будет интересно. Ставьте лайки, а мы поехали. Заходим в сообщение и пишем. Привет! Напоминаю, что я пишу не со своего официального аккаунта. Как у тебя дела? Я твоя фанатка. Обожаю смотреть твои видео. Давай поболтаем. Я буду писать с большим количеством вопросительных знаков, с какими-то ошибками, непонятными просьбами. И даже круто то, что сейчас сообщения отправились не так, как надо. Типа, давай поболтаем-ка потом. Привет, как у тебя дела? Я хочу не спалиться, это первое. И писать просто как реально маленькая девочка, которая действительно фанатеет по блогеру. Я не очень хорошо отношусь к фейкам, которые реально пытаются выставлять себя за меня. Не знаю, правильно я сказала или нет, но я думаю, что вы меня поняли. Это неправильно, так делать нельзя. Поэтому, пожалуйста, ребят, если вы хотите как-то со мной пообщаться, или хотите, чтобы я сняла видео, и чтобы вы туда попали, не нужно идти на такое. Я вам реально говорю, это неправильно. Девочка сразу не отвечает, поэтому я, наверное, отключу камеру и вернусь к вам тогда, когда получу ответ. Потому что сидеть и болтать, растягивать видео. Смысла я в этом никакого не вижу. Дожидаемся ответа и продолжаем выводить эту принцессу на чистую воду. Так, мои дорогие, я к вам быстренько возвращаюсь, потому что я получила ответ от этой прекрасной Аракелян-Кариночке спустя где-то минут 15. Я ждала просто лежа на кровати, листая тикток, так что для меня это время пролетело незаметно, как обычно. Так, пришло еще одно сообщение, быстренько показываю вам время. Я ей написала в 14.20 по московскому времени, она мне ответила в 14.31, то есть прошло где-то 11 минут. Она мне написала, приветик, люблю своих фанатов, конечно, давай болтать. Я как раз еду со съемок, как тебя зовут? Дай угадаю. Она спросила, Настя ли я? Нет. Давайте-ка быстренько придумаем имя, как меня могут звать. Так, 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 а, Лера, меня зовут Лера, давай я куплю у тебя сигну. Сколько она стоит? Типа мы не читали ее посты и зададим ей вопрос, сколько может стоить сигна. Потому что я очень хочу сигну. Лера, Лера Фременко, Фрименко, фамилия моей бывшей подруги. Просто любая фамилия, которая мне пришла в голову. Окей, сойдет. Она мне написала, вау, мое любимое имя, ооо, я рада, только нужно будет заплатить. Отправила два мешка с деньгами, ты понимаешь, о чем я. Конечно, я так тебя люблю, цена 2500 рублей. Так, якобы у меня шок, но мы с вами уже эту цену прочитали, поэтому ничего для меня сейчас удивительного нет. Естественно, мы попросим у нее карту и попозже купим сигну. Но, так как она горит огромным желанием получить эти деньги и обмануть меня, мы сначала скажем, чтобы она поотвечала на вопросики, чтобы она так быстро от нас не убежала. Я куплю у тебя сигну, но при одном условии. Совсем забыла написать. Давайте отправим смайлики шока. Типа, что так дорого? Реально так дорого? Офигеть. Окей, отправила. Условие такое. Ты ответишь мне на несколько вопросов. То есть, я же типа фанатка, и я очень хочу узнать как можно больше информации. И мы с вами поймем, с какой информацией она реально угадала, а с какой нет. То есть, получилось или нет у нее попасть хотя бы в одну цель. Могу сделать скидку любимым подписчикам? Давай. Только попозже. Пожалуйста, ответь на несколько вопросов. Я хочу узнать как можно больше информации о тебе. Так, она написала. Так, ну ладно, окей, я в заметках, мои дорогие. Писала несколько вопросиков. Сначала я куплю у нее сигну, но после ответов на вопросы, а потом еще буду их задавать. Тут несколько вопросов. Некоторые я, может быть, не возьму, а некоторые вы мне писали в моей истории в Инстаграме. Кстати, не волнуйтесь, я зашла со своего официального профиля к ней в аккаунт и скрыла от нее истории, чтобы она не догадалась, что я снимаю видео. Так что это я тоже продумала. Как зовут твоего папу? Давайте зададим такой вопрос, потому что об имени моего папы, я думаю, знают не все. Как зовут твоего папу? Я отправлю всякие влюбленные стикеры, типа, я так тебя обожаю, всякие таблетки, стикеры, влюбленные смайлики, шоколадки, пальчики. Я вижу, что она отвечает не сразу на сообщение, то есть она не горит желанием общаться, а нет, читает сразу, но так или иначе она выходит из диалога, то есть я думала, что она пока что ни о чем не задумывается. По крайней мере, я на это надеюсь, мои дорогие. Она написала М, ну Александр, а что? Ребятки, сразу вам скажу, что моего папу зовут не Александр, моего папу зовут Владимир. Я, по-моему, на эти вопросы отвечала, так что, если бы эта девочка или мальчик, который скрывается за фейком, почаще бы смотрела мои видео тоже с переписками, она бы знала и смогла бы ответить на этот вопрос верно. Круто, моего тоже, то есть типа мы пытаемся с ней подружиться. Ты крутые видео снимаешь, большая молодец. И, естественно, отправляем влюбленные стикеры, как же без этого? Следующий вопрос, который я и хочу задать, какое у тебя видео выйдет следующее? Так, она прислала голосовое сообщение, ребята, она прислала голосовое, это уже интереснее. Давайте прослушаем. Слушай, ты давай без личных вопросов, потому что я сейчас на самом деле занята. Ребят, у нее такой детский голосок, давай без личных вопросов, я на самом деле занята. Ну ладно, окей, раз она занята, то значит она занята. Но так или иначе, она хочет получить деньги, и она хочет, чтобы мы у нее купили сигну. Поэтому несколько вопросиков мы ей все-таки еще зададим, понимаешь? Да, вау, твой голос так похож на Карину Аркелян. Она помогла хотя бы постараться сделать голос похожим на меня, но ее голос далеко не похож на мой голос, согласитесь со мной. О них я ничего особо рассказывать не хочу. Она написала, правда? Так я и есть. А, да? Она реально Карина Аркелян? Ребят, извините, пожалуйста, я, наверное, с Ютубу иду, тогда ее позову перед камерой, я сейчас посажу тут. И она продолжит снимать это видео. Извините, но меня немножечко бомбит. То тебе, по-твоему? Точно. Я так тебя люблю. Так, следующий вопрос, который я и хочу задать. Как давно ты купила iPhone 11 Pro Max? Еще немножечко вопросиков, и я куплю у тебя сигну, чтобы не было мотивации отвечать. Давайте напишем так. Так, влюбленные смайлики и сердечки. Да, вы же ведь так этого любите, дорогие мои фейки. Как же я вас обожаю. Это вам для скриншотов. Ой, ну я не купила, мне подарили мои подписчики. Вчера где-то. Во-первых, я iPhone себе купила где-то, ну, не меньше двух недель назад. Это раз. Два, мне iPhone не дарили мои подписчики. Три, не вчера. Да, я извиняюсь, но чтобы писать такое, это я не знаю, чем нужно думать, потому что я об этом рассказываю в Инстаграме, она на меня подписана, она должна за мной следить, раз она мой фейк, и должна знать хотя бы какую-то информацию обо мне, ну, согласитесь, это неправильно. Давай вопросы. Фух, круто, но он же такой дорогой. Я в шоке. У меня просто нету слов, ребят, чтобы это описать. Это же неправильно, я ненавижу таких фейков, которые выставляют себя за меня. Это реально неправильно, я понимаю, добрые фейки, которые фан-аккаунты, там делают какие-то обработки, но это неправильно. Специально написала вопросительный знак, чтобы она такая... Чё, это же вроде утверждения. Влюбленные стигеры, сердечки, естественно, без этого никак. Она печатает. Так, она написала сообщение. Я знаю, но я люблю принимать дорогие подарки. Ой, конечно, как тебе я? Так, а в этой истории я показываю факт, и после этой истории я скрывала от неё истории, то есть она, видимо, готовилась к тому, что подписчики могут спрашивать у неё фотографии онлайн. Она заскринила моё лицо, отправила эту фотографию мне, спросила, как тебе я. То есть всё настолько запутанно, я даже не знаю, фейковые аккаунты очень любят делать всякие скриншоты заранее, выбирают всякие моменты, чтобы реально люди, которые им пишут, поверили. Лер, сигну брать будешь? Буду. Отправлю влюблённые стикеры. И сделаю, естественно, комплимент. Ты такая красивая. ШООК! Кидай номер карты. Я скину тебе 2500. Или дай угадаю. Я написала, что я скину тебе 2500. Воробьёва ты? Нет. Какую мы там фамилию, ребят, с вами хотели? Фрименко или Фрименко? Окей, давайте напишем эту фамилию. Я, кстати, постоянно путаю в этой фамилии ударение. Пожалуйста, ребят, если у кого-то есть такая фамилия, напишите на какую букву ударение, потому что у меня была подруга Катя, и у неё была эта фамилия, и она мне никак не могла назвать правильное ударение. То есть её то так назвали, то так. Она сама такая, типа, да хера знает. Мне вообще без разницы. Я такая, окей, понятно. Да, кидай деньги сюда. Скинула номер карты и написала. И знаешь, я не люблю ждать. Нифига себе у нас фейк, ребята. Это уже неадекватно. Отправишь как можно быстрее, и будет тебе сигнал. Ок. Ребятки, я могу спокойно отправить ей деньги, поэтому скопирую. В этом же диалоге вставлю номер карты, точнее скопирую номер карты, удалю весь диалог, и напишу, подожди 5 минут. Заходим в Сбербанк. Номер карты у нас её скопирован, поэтому быстренько сейчас мы ей отправим эти деньги. И если она нас заблокирует, то, принцесса моя, это будет на твоей совести. Вставляем номер карты, переходим, отправляем ей 2500. Вот, пожалуйста, деньги я ей перевела. 2500 рублей. Чтобы она поверила, я сделаю скриншот и отправлю ей этот потрясающий скриншот. Я думаю, сейчас она будет в шоке. 2500, типа, что? Реально кто-то повёлся. Реально кто-то я отправил 2500 рублей. С ума сойти можно. Ребят, ну я в шоке. О, она прочитала. Я уже начала думать, что она сейчас меня обманет и скажет, а вот хер тебе, они сигны заблокируют мой профиль. Я жду сигну. Напишем ей, и наконец-то выведем её на чистую воду. Посмотрим, какую же сигну она нам отправит. Дорогая ты наша, Кариночка Аракелян. Ненавижу фейков, которые пытаются обмануть моих зрителей. Это неправильно, ребят. Не ведитесь на такое. У меня есть официальный аккаунт. Вот его никнейм. Пожалуйста, имейте в виду, что больше у меня нет никаких аккаунтов. Только один и самый официальный. Пришло куча смайликов. Ну что ж, я делаю тебе сигну. Сделала. Эм, как она могла так быстро сделать сигну? Она отправила фотографию. Лера Фрименко. Как? Чего? Ребят, что это за сигна? Это просто какой-то белый квадрат? Может быть, это приложение какое-то? Потому что так быстро написать это просто невозможно. Ну ладно, окей. Допустим, я и поверила. Извини, что качество плохое. Я просто уставшая. Окей. Сразу понятно. Постановочная фотография. Сразу понятно, что эта сигна далеко не Карина Аракелян. Элементарно можно догадаться. По моему маникюру. Сравните, пожалуйста, маникюр вот на этой фотографии. И вот прямо сейчас я вам показываю свои ногти. Есть какая-то разница? Да, и она велика. Поэтому прямо сейчас мы ей запишем видосик, потому что она уже с нами прощается. Ладно, давай, теперь пока ты сигну получила или у тебя вопросы есть, запишем ей видео. Дорогая, вопросов у меня никаких нет. Только Карина Аракелян я, и я передаю тебе огромный привет. Ты попала в мое видео. И я советую тебе поскорее удалить этот аккаунт, потому что обманывать людей так нельзя. Пусть это будет на твоей совести. Целую. Я ей записала ролик, нарисую ей какое-нибудь сердечко, точнее историю записала. Вот такой вот ей подарочек. Оставим ей вот прямо в чате этот видос, чтобы она могла его поскринить, побыть в шоке. Как это? Карина Аракелян с фейкового аккаунта отправила ей видос, подловила ее. Ребят, это неправильно. И к чему я снимаю такие видео? Так делать нельзя, так обманывать людей нельзя. Это неправильно, так не делается никогда. Поэтому я вам советую так не делать, а просто участвовать в моих конкурсах. И тогда вы будете получать реальные сигны и так далее, как сейчас я спрятала опять Моджину. Это далеко не дело. Она уже вышла из диалога, а нет, она печатает, и мне кажется, что она реально в шоке. Она написала, ЧЕГО? Так тебе и надо, напишу я ей. Желаю удачи. Пусть эти 2500 будут на твоей совести. Правильно? Правильно. Она пишет, Карина, прости, пожалуйста, смайлики шока. И на этом моменте я просто выйду из диалога, потому что так делать нельзя. И переписываться я с этой девочкой больше не хочу. К чему я снимаю такие видео? Во-первых, потому что они вам нравятся. Во-вторых, от этого становится фейков меньше, но смотря каких фейков, потому что очень многие ребята создают фейки специально для того, чтобы я снимала видео. Но на таких, ребята, я не ведусь. Советую вам этим не заниматься, мои дорогие, потому что я отыскиваю специальные аккаунты, которые были недавно созданы, которые пишут всякий бред, и реально вывожу их на чистую воду. И хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте ставить лайки, потому что вы мне обещали набрать 100 тысяч лайков, чтобы я поскорее поправилась. И не забывайте про 5 эмоджи, потому что их для вас я уже спрятала. Обязательно кидайте мне их в директ в инстаграме и получайте настоящие сигны, настоящие видеоприветы. И не ведитесь на такие аккаунты. С вами была Карина. Я вас всех крепко обнимаю, крепко целую. Не болейте точно так же, как и я, потому что это очень плохо болеть. Всегда плохо. Берегите свое здоровье, берегите себя. Я вас люблю. Если вы хотите, чтобы я снимала побольше таких видео, обязательно пишите мне вот в мой инстаграм. Если вы нашли 5 эмоджи, кидайте их мне. Вся информация по ссылке ниже в описании. Ну а с вами была Карина. Еще раз всех крепко обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok